Участниками 13-го открытого турнира по бильярду станут порядка 40 человек. Это любители и профессионалы из разных городов России и других стран. В их числе несколько чемпионов мира по бильярдному спорту, а также старший тренер сборной России по русскому бильярду. Турнир посвящен памяти знаменитого оренбуржца, заслуженного тренера Константина Крюкова. За победу в соревнованиях поборется и его внук Павел Михавов. В возрасте 10 лет, в перерыве, в переходе с 3-го в 5-й класс я ничем не занимался на тот момент. Дедушка предложил мне попробовать заняться серьезным бильярдом. Ну, я достаточно быстро втянулся и полюбил эту игру. Вот так пришел большой бильярд. Турниры, посвященные памяти Константина Павловича Крюкова, проводятся в Оренбурге два раза в год. Уже на протяжении 7 лет. Главный судья рассказывает, у Крюкова была своя система подготовки игроков. Главное правило – найти индивидуальный подход к каждому ученику. Наставники сегодняшних игроков придерживаются устоявшейся системы. В принципе, больших хитростей там нет. Просто они очень хорошо структурированы. И простые люди могут хорошо понять этот материал, даже не будучи бильярдистом. Даже мы стараемся в некоторых моментах, может быть, чем-то дополнить. Но основа, она неизменная. Наряду с опытными бильярдистами сыграют совсем юные. София Горшинина играет в бильярд более пяти лет. Любовь к данному виду спорта прививала девочки и ее бабушка с раннего детства. Участница турнира делится, что в игре ее привлекает включать логику. Ведь просчитать нужно каждый ход. Состязание, которое проходит в Оренбурге в настоящее время, не первый опыт девочки. Но, по словам Софии, ощущения на родной земле особенные. Мы ездили в Екатеринбург. Я там заняла второе место. И, конечно, тут было много наград. В Саранске было три награды и два третьих места. Турнир по бильярдному спорту будет проходить на протяжении четырех дней. Участники состязания сыграют в рамках дисциплины «Свободная пирамида». За главный приз будут бороться представители России, Украины и Киргизии. Призеров и победителей объявят уже 21 февраля.